Мария Агаева, казалось, без особых усилий справилась с непростым техническим набором. Из тройного флипа дупили каскады из тройных Луца и Тулупа во второй половине программы. При этом фигуристка прекрасно передала образ и выложилась артистически. Быть может слегка не хватило. Есть скорости, но это мелочи. За свою программу Маша получила 70,91 балл. Лирика «Там нет меня» певица Сивара в исполнении Анны Фроловой тронула до глубины души. Фигуристка не только сделала чисто прыжковые элементы, каскады из тройных Луца и Тулупа, дупили тройный флип, но и смогла передать невероятный трагический накал. Практически все идеально было в катании Ани, кроме вращения на второй уровень и дорожки шагов на третий. И все равно спортсменка справилась с нервами и заслужила 70,75 балла. Для своей короткой программы Елизавета Куликова выбрала песню Пелагеи «Ой да не вечер» и не ошиблась. Очень нежное выступление получилось, ученица Светланы Соколовской легко справилась с двойным акселем и тройным Риттбергом, а также не боясь исполнила каскад из тройных Луца и Тулупа. Остальные элементы тоже получились убедительными, а уж артистические отдачи Лизы можно позавидовать. Арбитры прониклись ее прокатом и поставили ей 68,18 баллов. Шоу в пещере горного короля обещала зрителям Вероника Еметова, и она свое слово сдержала, эмоционально заряженное катание продемонстрировала фигуристка, хотя и не обошлось без помарок. Дупель был чистым, а вот в каскаде с Луцом второй прыжок вышел сдвоенным. На тройном флипе Вероника слегка клюнула, но устояла. Тем не менее, не получить удовольствия от ее ураганных вращений и дорожки шагов было невозможно. Арбитры оценили ее вступление в 66,97 баллов. Завершать прокат из женщин предстояла Майи Хромых, вернувшаяся на соревновательный лед после длительного перерыва. Ученица Этери Дуберидзе выбрала для своей короткой программы песню «Селин Дион Ашис». Начало фигуристка с нижнейшего двойного акселя, затем она приземлила тройной флип, а вот на тройном Луце упала и потеряла каскад. Невероятная потеря. В остальном Майя тоже не была так хороша, как раньше. Видимо, состояние после травм еще не оптимальное. Это видно и по оценкам. Всего 62,06 балла. Это только восьмое место. Полное выступление девушек смотрите в нашем телеграм-канале по ссылке в описании. На Гран-при России и Красноярье Дмитрий Алиев выиграл короткую программу. Александр Самарин стал вторым, Федор Зонов третий, Петр Гуменник пятый. Дмитрий Алиев оценил свое выступление на этапе Гран-при России. Очень доволен, разминка была соревновательная, очень нестандартная. Из-за этого рваные движения были. Не понял, что происходит, но потом машинально понял, что все идет как надо и нужно приземлять себя на землю. В программе немного видно, что я был не в ногах, спотыкался на ровном месте, но на качестве прыжков это не повлияло. Мы прилетели вчера, впритык, и наш счет сыграл и получился. Прогресс после контрольных прокатов есть. На втором старте показывает достаточно хорошо. Получилось раскрыть моменты, которые не раскрывал в тренировочном процессе. Чувствовал, что появляется улыбка внутри души, потом она вылезает на лицо. Нужно держать себя в фокусе, чтобы не было недочетов на шагах. Мы еще обретем ту душевность, которую мы хотим вложить. Программа, конечно, связана с личным. Мы недавно с Первым каналом ездили снимать репортаж на рыбалку. Я родился в Коме, на севере, и все мое время проходила в лесной зоне, речной зоне. Это все мое, этим я живу, я привнес это во взрослую жизнь, сказал фигурист в эфире Первого канала. Было много нервов, потряхивал как на Олимпиаде 2018, но это не помешало выступить достойно. Хотя было много мелких ошибок. Дал себе установку заземлить себя, и это получилось. Недавно поймал огромную рыбу, весит около 9 килограмм. Сегодня попытался себя успокоить тем, что представил рыбалку природу. Эта атмосфера мне помогает, приводит слова Алиева с Пор-24. Александр Самарин оценил выступление в короткой программе на Гран-при России. Очень рад показаться здесь, выступать, соревноваться. Потому что все вокруг уже начали сезон, а для меня это первый старт. Ребята немножко лучше втекли в эту соревновательную движуху. Волнение было, скорее всего от предвкушения. Прокат получился лучше, чем на контрольных прокатах. Но штормил, как на корабле. Тут смазал, здесь смазал. Да, лутц сделал, но лутцам программа не ограничивается. Зал тепло приветствовал, душа радуется, сердце горит. Я на прокатах был категорически против предложенных командных вариантов. Прям в штыки. Здесь бы на мероприятии, посвященном столетию нашего клуба, где я тренируюсь. Там был концерт, вживую послушал калинку. Я понял, что это мурашки, и надо взять такое, что мне подойдет. Через пару часов, как вышел, нашел яблочко и несколько дней заслушивал. А потом добавил фишки, чтобы не было стандартно. Все со смехом, улыбочкой. Когда мы ставили, то очень сильно хохотали во время этого. Я предлагаю что-то. Что-то постановщик Никита Михайлов. Все очень вдохновленное и здорово. Программы получились легкие и задорные, сказал Самарин в эфире Первого канала. Федор Зонов прокомментировал промежуточное третье место на гран-при в Красноярске. По итогам короткой программы фигурист набрал 80-38 баллов. Удивлен, что пока в тройке. Я ведь еще и откатался нечисто. Полная неожиданность. Это мой первый этап гран-при. Новые эмоции на инюаркских турнирах. Нет такого количества зрителей. Ошибка была обидная. Завтра будем исправлять, сказал Зонов. Петр Гуменник заявил, что еще не набрал формы для соревнований. В короткой программе на гран-при России в Красноярске фигурист занял пятое место. Волнением было. Первое соревнование. Больше всего мне мешало, что когда я сюда приехал, чувствовал себя не в ногах. Потерял прибавку к прыжку, которую обычно чувствую, когда у меня все хорошо. Пытался ее найти, но пока не успел. Надеюсь, произвольно все у меня будет. На тренировках я готов. Могу все сделать. А выступательную форму еще не набрал. Для этого соревнования нужны. Мне кажется, физически было чуть сложновато. Возможно, из-за того, что не тотчасовой пояс. Режим сна сбитый. На произвольной может все хорошо получиться. Я люблю иногда заварить короткую. Многие так любят, чтобы потом попытаться выкарабкаться. Козлогуменник в интервью Первому каналу. В гран-при России и Краснояре Байкова и Козловский выиграли короткую программу. Осокина и Грицаенко вторые. Кадырова и Колесов третьи. Александра Байкова назвала плохим прокат короткой программы. Пара выиграла короткую программу на этапе гран-при в Красноярске, набрав 74,52 балла. Во время проката Александра допустила падение. Это было плохо, прям скажем. Готовы мы были хорошо и такая непростительная ошибка с моей стороны. Надеюсь, будем ее избегать. У нас программа как раз и поставлена о том, что Дима художник, а я его муза. Он меня представляет. Меня в реальности нет. Первое движение символизирует то, что он начинает рисовать. А в конце программы он понимает, что сошел с ума и муза нереально. И он остается один, сказала Байкова. Рады вновь окунуться в соревновательную атмосферу. Именно большого турнира. Программа очень цельная. Работаем над всем. От стартовой позы до финальной. Добавил Дмитрий Козловский. Выступили не очень, хотя готовы были отлично. Саша была заряжена. Но, видимо, слишком перестарались с внутренним настроем. В ближайшем будущем, а конкретно завтра, все будет лучше. Это не наши баллы, не наш уровень. Но все оценки по делу, приводят слова Козловского в спорт 24. Вкручь с Артемом Гайцайенко, выступающим в спортивной паре с Елизаветой Осокиной, заявил, что идентичное музыкальное сопровождение двух пар с течением обстоятельств. Это произошло случайно. Прямо, в общем, не ожидали. Мы, получается, пропустили первые сборы. И потом ребята, которые ездили туда, сказали, что у Димы и Саши такая же музыка, как у нас. Конечно, расстроились изначально. Думали, что так хорошо попали. Она нам так понравилась, что не хотелось менять совершенно. Расстроились, но подумали, что, наверное, будет интересно побороться. Под ту же музыку. Почти с тем же контентом. Посмотреть, где это будет лучше выглядеть. По программу составил Сергей Плишикин. Но музыку предложил я. Да, пересматривал Олимпиаду и понравилось мне, как под эту музыку катал Нейтан Чен. Я подумал, почему нет, что если в парах попробовать, как это будет. Предложил хореографу, и он сказал, что это классная музыка. Бомба, и взялся, сказал Грицаенко. Розительская спортивная пара, Есмин Кадырова и Валерий Колесов, прокомментировали свое выступление на третьем этапе серии Крымпира России. Судьи оценили их прокат в 71,81 балла. Кадырова, ощущения очень хорошие, потому что не было прям очень сильного волнения. Это первый старт сезона, поэтому чуть-чуть волнения присутствовало. Но мы настроились, мы справились, мы в принципе довольны. Мы старались очень много, работали над короткой программой. Думаю, вам понравилось. Колесов, наша короткая программа современная, боевая. Прикольно, что зал как будто не дышит. Все как будто заинтересованы. В момент элементов все аплодируют, потом опять замолкают. Кадырова, почему изменили короткую программу? Ведь изначально была музыка из 50 оттенков серого. Вообще, изначально это предложила Тамара Николаевна, Москвина. Она посчитала, что это будет не так банально. Мы хотели взять что-то необычное, что нас отличит. Естественно, мы согласились с Тамарой Николаевной и начали работу над этой программой. Сказала Кадырова. Продолжение следует...